Приветствую, друзья! В Украине продолжаются боевые действия. Сейчас российская армия наступает на Изюмском направлении и, конечно же, на Донбассе. Взят ключевой поселок Врубовка, который очень сильно осложняет ситуацию украинской группировки войск, которая находится в городе Золотое. Ставленник Зеленского по Луганской области Гайдай заявляет, что ситуация крайне тяжелая. Российская армия наступает по всем направлениям. Речь, конечно, идет в первую очередь здесь за город Северодонецк, вернее, за предприятие Азот, где находится в окружении украинская группировка войск в районе 2500 человек. Тем временем Министерство внутренних дел Украины делает заявление касательно того, что город Славянск может очень в скором времени перейти под контроль российской армии. Сейчас бои идут в районе пригородов Славянска, но, тем не менее, в очень скором времени Славянск может быть полностью окружен. Но на фоне крупных поражений вооруженных сил Украины и тяжелейшей ситуации на Донбассе обострился конфликт между Зеленским и Залужным, который руководит вооруженными силами Украины. Зеленский прямо публично уже попросил от Залужного срочно сделать доклад о снабжении армии, потому что информации в социальных сетях уже становится все больше в отношении того, что нет ни касок, ни бронежилетов, ни оружия, ни, конечно же, боеприпасов. Конфликт между командующим ВСУ и Зеленским на этом фоне, конечно же, обостряется. Несмотря на то, что Залужный рассказывал, что у него главный наставник – это глава Пентагона, и он с ним частенько по скайпу обменивается информацией и получает необходимые наставления, то по факту лучше всего про ситуацию на фронте, я думаю, что могут сказать обычные украинские солдаты. Давайте послушаем. И после этих слов обычного украинского солдата, я уверен, что у большинства граждан Украины, которые смотрят телеканалы, которые, как известно, принадлежат олигархам, у них будет конкретный диссонанс, потому что им-то по телевизору рассказывают, что украинская армия уже почти всех победила, и необходимо еще пару джевелинов, пару байрактаров, пару американских гаубис, там три топора очень разрекламированных, и все, как говорится, счастье рядом. А тут оказывается, что уже контрактники закончились. И тут поразительно то, что на фронт кидают обычных украинцев, но если это касается слуг народа, то, конечно, ни один депутат за все это время боевых действий не пострадал. Конечно, ни один чиновник с офиса президента тоже не пострадал. Выразили свою недоверие до командования, командование скинуло, просто скинуло. Месяц вот сидел в СИЗО, и сейчас выкинул посредь поля, и сказал, что хочешь не то и робить, не оружие, не документов. В ряду ограничений на ютубе я не могу поставить полностью это видео здесь, но тем не менее я это выложил на свой телеграм-канал. Ссылка на мой телеграм в описании и первым комментарием под видео. Заходите, подписывайтесь, там очень много чего интересного. Ну а тем временем в Одесской области остров Змеиный, который сейчас находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации, по наблюдениям украинских военных, превратился в настоящую военную базу. Причем там как система противовоздушной обороны, так и танки, БТРы. И, естественно, этот теперь остров будет далеко не просто взять. В это время на подконтрольной части Херсонской и Запорожской области россияне начинают очень сильно свиревствовать. И просто, знаете, ну так издеваются над местными людьми, что просто немыслимо это наблюдать. И, знаете, об этом просто боится говорить украинская пресса. Потому что там местным жителям уже полностью обнуляют долги по ЖКХ, которые накопились, к сожалению, у многих там за все эти годы. И, конечно, обнуляют, собственно, кредиты, если такие имелись у граждан Украины. И тут я думаю, что украинские олигархи просто в трауре находятся, потому что таким вот обнулением они лишаются очень серьезного дохода. И, конечно, если раньше они просто эксплуатировали и зарабатывали на украинцах, то теперь на Херсонской и Запорожской области уже так не получится. Уже просто взяли местные власти, да и обнулили все кредиты для граждан Украины и все задолженности по ЖКХ. Причем, мало того, цены на ЖКХ там сейчас настолько неприлично попадали вниз, что, конечно же, вся остальная Украина просто смотрит с завистью на те процессы, которые сейчас там происходят. Тут нужно, конечно, понимать, что в Украине тарифы на ЖКХ не максимально завышены для того, чтобы олигархи могли получать сверхприбыль. И, конечно же, если мы сейчас возьмем просто сравнивать, то в Запорожской и в Херсонской области, которые сейчас находятся под контролем РФ, вся вот эта наценка олигархов, она отсутствует. Поэтому моя рекомендация каждому гражданину Украины не платить вот эту космическую наценку, которую олигархи просто сдирают с украинского народа, а все-таки требовать от правительства адекватных нормальных цен на ЖКХ. Да, и, конечно же, сейчас военное положение это прекрасно можно реализовать и сделать, особенно с учетом того, что все расходы, которые касаются войны, сейчас покрывают Международный валютный фонд, Соединенные Штаты Америки и прочие западные страны. Ну а вот за границей на Западе сделали расследование, и оказалось, что джавелины, которые поставляют украинской армии, они очень и очень серьезно неэффективны, потому что как только там в джавелине условно села батарейка, она там непростая, она там очень специальная, то получается этот джавелин превращается в дрова, и его невозможно использовать. С поставками не вошли в комплект учебные модули и запасные батареи, то есть в случае разряда батареи комплекс становится непригодным к использованию. К тому же, по словам источников издания, в украинских частях нет тренажеров для обучения работать джавелинами, а тренироваться с боевыми установками не могут из-за малого запаса батарей. Вот так вот, оказывается, зря все-таки особо рьяные украинские патриоты называли своих новорожденных детей джавелинами. Оказывается, что все-таки есть много нюансов в использовании вот этой очень дорогой техники, потому что, как известно, выстрел с джавелина, он стоит больше, чем новый люксовый внедорожник. Ну и для того, чтобы он стрельнул, то, конечно, нужно, чтобы сошли звезды, и, конечно же, не села батарейка, поэтому я уверен, что украинские войска, которые сейчас используют эти джавелины, помимо того, что они молятся Богу, молятся также они еще за то, чтобы все-таки батарейка в джавелине не села. Дальше начинают приходить вообще странные новости Соединенных Штатов, потому что Минфин там аж до 5 декабря вообще всем американским компаниям и банкам разрешил взаимодействие с российскими банками, которые под санкциями. Получается, вроде как санкции там объявили настолько с помпой торжественной и так далее громогласно на весь мир, а по факту эти санкции, получается, обходят сами же европейские компании и американские компании по наставлению никого-нибудь американского Минфина. И тут в этом всем удивляет реакция и Зеленского, и Украинского МИДа, вернее, удивляет отсутствие реакции Зеленского и Украинского МИДа, потому что, казалось бы, просто ряд российских банков, знаете, с них просто сняли санкции, и таким образом они спокойно продолжают свою деятельность на международном рынке. Ну и, конечно, Зеленский, неукраинский МИД, просто даже не пискнул в отношении того, что в Америке сделали что-то не так. Зато Евросоюз и Соединенные Штаты Америки уже решили построить на территории Украины, вернее, на границе между Украиной и Польшей, зернохранилище для того, чтобы все-таки было комфортно и удачно перевозить это зерно за границу, потому что, знаете, очень тяжело сейчас им, бедняжкам, потому что колья-то разная. В Украине колья советская, а в Европе она европейская. И получается, каждый раз нужно все вот эти составы зерном перегружать на другие колесные пары, и это очень долго затратно и так далее. Поэтому решили все-таки сделать отдельные зернохранилища. США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для транспортировки пшеницы. Об этом рассказал президент США Джо Байден в ходе выступления в Филадельфии. Забавно то, что про это, по сути, даже не знал Зеленский, потому что вроде как он должен это озвучивать, потому что он вроде как президент Украины, но по факту мы видим, что настоящий президент Украины все-таки за океаном живет. Тем более администрация того настоящего президента Украины, который за океаном делает заявление касательно того, что больше чем полтора миллиарда долларов каждый месяц будет выделяться украинским чиновникам с бюджета Соединенных Штатов Америки. Белый дом будет ежемесячно предоставлять Украине примерно 1,5 миллиарда долларов для поддержки работы украинского правительства. Такое заявление сделал 13 июня первый заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. Я думаю, что после этих официальных заявлений каждого чиновника-коррупционера, который за вот эти вот годы последние посадили в тюрьму, нужно срочно отпустить, потому что здесь мы видим просто массовый подкуп украинских чиновников, причем взятков полтора миллиарда долларов каждый месяц идет. И это, знаете, просто напрямую с бюджета другой страны. И таким образом получается, когда чиновники получали раньше неправомерную выгоду для того, чтобы делать какие-то действия не в интересах украинского народа и государства, то сейчас это просто не актуально. Поэтому каждого коррупционера-чиновника нужно срочно отпустить. Ведь, согласитесь, нечестно получается, когда одних чиновников сажают в тюрьму, а если, получается, взятка им идет напрямую, прямо из-за океана, с бюджета Соединенных Штатов Америки, тогда этих чиновников почему-то не садят. Так что, я думаю, очень скоро украинские чиновники могут даже вправе потребовать официального трудоустройства по американскому законодательству, чтобы они уже платили налоги не в Украине от своих зарплат, а уже все-таки в Соединенных Штатах Америки, чтобы им там уже начислялась пенсия. Но для того, чтобы понимать истинную ситуацию дел с экономикой Украины, вот можно послушать заявление Гетманцева, который, как известно, в Райде отвечает за финансы. И он заявил, что все-таки расходы Украины, они в два раза больше, чем доходы бюджета. Дефицит бюджета составляет 5 миллиардов долларов ежемесячно. Он перекрывается дотациями международных финансовых организаций. Большую часть дает США, также Еврокомиссия и правительство многих стран дают гранты и кредиты, сказал он. Но добавил, что привлекать эти деньги каждый месяц приходится с битвой. И когда читаешь такие новости, невольно ловишь себя на мысли, что все-таки такие темпы наступления российской армии, где они просто, знаете, максимально делают все возможное, чтобы не нести потери и вот медленно-медленно продвигаться. То здесь мы упираемся в то, что по сути сейчас Украину вынуждены содержать Соединенные Штаты Америки с Евросоюзом. И это, по сути, для Евросоюза и США просто кабала. Причем эта кабала как минимум стоимостью в 5 миллиардов долларов ежемесячно. И, конечно же, здесь нужно приплюсовать и оружие, и прочие поставки всего необходимого для боевых действий. И таким образом мы видим, что эта кабала каждый месяц очень сильно экономически бьет по всему Евросоюзу и самим Соединенным Штатам. Но в это время в украинском Минздраве объяснили, какие именно наркоманы не подлежат мобилизации в Украине. И тут все достаточно просто. Если у вас есть серьезные психологические отклонения, то тогда такие наркоманы, они не могут служить в вооруженных силах Украины. А если у вас они не сильно серьезные, тогда, в принципе, все нормально. Интересно, сколько украинского народа поляжет, когда все эти наркоманы с автоматами будут искать себе дозу? Вопрос, конечно, риторический. Но, тем не менее, что-то мне подсказывает, что все это спишут нас, знаете, жертв российской агрессии. На этом фоне очень много информации, особенно в украинских СМИ, касательно того, что просто Российская Федерация, знаете, ворует детей в Мариуполе и в прочих городах, которые сейчас подверглись очень серьезному разрушению, которые находятся под контролем Российской Федерации. И в этой теме я начал так разбираться серьезно. И, конечно же, созвонился с многими своими друзьями с Российской Федерации. И удивился, на самом-то деле, насколько сейчас там эти процессы поставлены на поток. Причем издевательство оно зашло настолько далеко, что по факту даже предприниматели российские сами объединяются, скидываются деньгами. И вот эти семьи, которые пострадали, которые много месяцев сидели в подвалах и так далее, без еды, воды, под обстрелами, они эти семьи за свои деньги вывозят в различные санатории на территории России. Причем я убедился в том, что этих предпринимателей российских никто не просил. Они сами проявляют инициативу, сами устраивают разборки на границе, чтобы их пропустили, потому что местная таможня их периодически не пропускает. Но, тем не менее, выполняют то, что они задумали. Это, на самом деле, очень показательный процесс, который явно свидетельствует о том, насколько реальное отношение россиян именно к гражданам Украины, которые сейчас там находятся. Своих друзей с Российской Федерации я попросил записать коротенькое видео касательно деятельности вот этих предпринимателей. И вот на этом видео один из предпринимателей просто рассказывает о том, что им удалось достичь уже. Когда начались эти события, это было же и с особенно в Мариуполе, мы обычные предприниматели, я, мои друзья просто собрались, загрузили 12 огромных форумов. Самое необходимое, самое нужное, это продукты питания, вода, лекарства, что самое важное для грудничков, для детей малолетних, одежда, все-все-все. Необходимое, быстро приехали в город, помогли, прям точечно. У нас получилось. И поняли, что срочно надо вывозить их детей, родителей, все, на отдых в Россию, на месяц нашли автобусы, оплатили. Всех привезли в красивые уголки, Подмосковье, Смоленской области, Москва, отдыхаем, счастливые экскурсии делаем, заботимся о них, окружили их любовью. Такое впечатление, что это главное дело в нашем жизни. И я еще раз убедился, да и мои друзья убедились, что мы один народ, потому что с какой отдачей, с какой любовью, и самоотверженностью, все делают это дело, важное дело в жизни на Земле, помощь детям. Как я 20 лет назад когда-то сделал себе визитку, три страны и народ, на практике сейчас, в эти сложные времена, для наших стран это все, как бы, подтвердилось. Мы готовы и консультативную помощь оказывать, организационную, прошли границы, документы, всю эту суету, которая была вокруг этих наших миссий, все это сделали. И призываем, конечно, хотелось бы очень всех предпринимателей объединить. И в этом всем процессе самое важное, это, конечно, чтобы каждый предприниматель с Российской Федерации сам лично контролировал каждую копейку своих потраченных средств, чтобы ни у кого, знаете, даже мысли не было в отношении того, что эти деньги пошли куда-то не туда. Поэтому каждый предприниматель, если в Российской Федерации такие есть, а я знаю, что их очень и очень много, которые хотели бы заниматься этими процессами, помогать людям, которые сейчас, по сути, пережили все ужасы войны, помогать им реабилитироваться. И это, я думаю, что очень благородное и хорошее дело. И, конечно, вот любую консультационную помощь мы со соратниками, безусловно, окажем для того, чтобы у каждого такого российского предпринимателя или европейского предпринимателя не было никаких проблем с прохождением таможенной, документов и так далее. Я думаю, что такие проявления от тех людей, которые в Российской Федерации обладают необходимым ресурсом для того, чтобы показать на практике реальное отношение российского народа к украинскому народу, то здесь, я думаю, что это будет самое лучшее лекарство для того, чтобы все вот эти раны, которые сейчас, к сожалению, кровоточат, чтобы их максимально быстро залечить. Поэтому для тех, у кого есть возможность помогать различным образом украинским беженцам, либо это будет реабилитация, либо гуманитарные вопросы, я оставлю контактные данные в описании, и эти предприниматели могут обращаться в наш радиационный штаб и получать всю необходимую информацию для того, чтобы самим заниматься всем вот этим процессом. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там, как известно, всегда можно сказать значительно больше, чем на ютубе. Ссылка, конечно же, в описании и первым комментариям под видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok